Глубоко уважаемый Владимир Михайлович, глубоко уважаемые коллеги, добрый день. Ну, так как это стилительный симпозиум Санофе, я представлю как раз тот препарат, который сейчас зарегистрирован на стране. И есть его инструкция к использованию. И я хочу рассказать о... Нет, это не это... А что надо нажать? Направо? Благодарю за внимание у вас, Евгений Наумович. Не поставили его. Такое достаточно серьезное для нас онкологов локализация как рак поджелудочной железы. Ну, эпидемиология, я очень коротко скажу, мужского населения в 2014 году была заболеваемость. Ну, я к нашей статистике отношусь очень скептически, но все-таки, в общем-то, 3,2%. Невысокая заболеваемость у мужчин, невысокая заболеваемость у женщин, но очень высокая смертность. То есть, по сути, индекс смерти, то есть груз этого заболевания очень высок. По сути, сколько выявляются этих больных, столько за год, столько и погибают. И вот эта агрессивность, она связана еще с тем, что большая часть пациентов, они ставятся диагнозом в 4 стадии заболевания. И, в общем-то, в России, смотрите, больше 60, почти 60%, то есть, больше половины больных в 4 стадии заболевания или местно распространены. То есть, ранние формы практически не выявляются. Но это, в общем, по большому счету, не так особо влияет на показатели выживаемости. Среди злокачественных новообразований летальность больных на первом году, как я уже сказала, самая высокая. Ну, она не только в России, но она во всем мире очень высокая. Как можно повысить эффективность лечения? Учитывая вот такие биологические особенности опухоли поджелудочной железы, возникают и сложности терапии. Если мы практически 90% выявляем или метастатическое, плюс еще местно распространенное, то есть, основной приоритет за системным лечением. Но плохая воскарализация. Клетки окружены плотной стромой, занимают основной объем опухоли, при этом снижается накопление препарата в опухоле. Активное подавление иммуноответа, перекрестный антиогенный профиль с нормальными клетками тоже снижает эффективность терапии. Высокая гетерогенность этой опухоли, развитие лекарственной устойчивости, быстрая прогрессия, ну и, естественно, ранний метастазизм. То есть, опухоль сама биологически, она очень агрессивная. И когда мы что-нибудь там дифференциально диагностируем, всегда Евгений Наумович говорит, керазмутацию посмотрите, если будет керазмутация положительная, это точно рак поджелудочной железы. Там не бывает отрицательной керазмутации. Мы знаем, что все-таки дикие типы – это всегда хорошо, когда кераз не мутированная. То есть, это очень агрессивная опухоль биологически. Ну, эволюция терапии метастазического рака поджелудочной железы началась с 5-100 урацила. Препарат как был малоэффективен, так и мало токсичен. Но его пытались все-таки использовать. Наверное, большой прогресс возник тогда, когда появился гемцитабин в 1996 году. Вы знаете, что этот препарат как в монорежиме, так и в сочетании с другими препаратами давал медиану общей выживаемости, но не больше 6 месяцев. И больше он, наверное, давал симптоматический эффект. Эти больные страдают от болевого синдрома выраженного. И вот гемзар, это было замечено, что он точно, однозначно снижает болевой синдром. А вот так, чтобы он как-то кардинально что-то… Мы добивались, но мы его проводили и проводим до сих пор. И на сегодняшний день считается, что комбинация гемзара, исторические комбинации, они нет преимущества от монотерапии гемцитабина. Кроме того, так как таргетная терапия развивалась, пошли по другому пути. Попытались гемзар соединить с таргетными препаратами. И были несколько исследований. И единственное только исследование, которое показало увеличение выживаемости, но не намного, это использование эрлатиниба. По большому счёту, достаточно была незначительная прибавка медианы общей выживаемости. Токсичность была достаточно высокая. Таким образом, использование комбинированной химиотерапии с гемцитабином, монотерапией, метаанализ показало, что всё-таки комбинация с гемцитабином – это основной препарат, который нужно использовать при раке поджелудочной железы. И метаанализ 34 рандомизированных клинических исследований с участием 10 тысяч пациентов с поздними стадиями рака поджелудочной железы. Преимущество продемонстрировали всё-таки комбинированной химиотерапией. Хотя, я ещё раз повторяю, не во всех исследованиях было вот такое значимое П. И аналогичные результаты были продемонстрированы в других метаанализах режимов терапии на основе гемцитабины. И в последующем он стал использоваться как в монотерапии, так и в полирежиме. Следующая схема. У меня, наверное, не та презентация немножечко. Она не ту скачала. Ну ладно, я попытаюсь с ней. Я смотрю, у меня не тот порядок слайдов. Следующий этап в лечении такой прогресс, в лечении рака поджелудочной железы было понятно, что всё-таки как-то отвечает на химиотерапию. Поменять вообще в корне, поменять асоциатическую терапию. И стали использовать схему фалфаринокс, которую сравнивали с золотым стандартом. И вот при использовании фалфаринокс впервые получили медианную выживаемость, приближенную к году. Это единственная такая комбинация, которая дала какую-то надежду на то, что всё-таки мы можем как-то году какую-то часть, 50% больных, приблизить к годовому интервалу. Хотя за год всё равно это не переходило. При этом времени без прогрессирования это было 6 месяцев. Ну и, в общем-то, длительность ответа была около 6 месяцев. Но на сегодняшний день... Так, это что? На сегодняшний день всё-таки схема фалфаринокс... Достаточно токсичная схема. Там покатай его у меня не должно быть никак в презентации. Фалфаринокс – схема, которая наряду с эффективностью, она достаточно токсичная. И на сегодняшний день, я чуть позже покажу, она введена в стандартное лечение. Это первая линия терапии в гайдлайнзах. Но она используется для больных, у которых хорошее общее состояние. То есть они в наилучшем состоянии 0,1 по ЭКОК. При этом схема достаточно токсичная. Гематологическая токсичность, тени-гематологическая токсичность, которая, естественно, ограничивает возможность использования этой терапии. Однако использование этой терапии, например, при местно распространённом раке поджелудочной железы, который, возможно, можно будет потом прооперировать, вот эти эффекты фалфаринокса могут дать возможность прооперировать этих больных в последующем. Или, например, провести, если есть где-то в центрах, кибернож. Вот у нас есть такая больная, которую после фалфаринокса мы провели кибернож, у нее нет рецидива заболевания в ближайший год. Вот у меня никак Покатаев не может здесь быть. Я нажимаю, почему-то Покатаев включается. А как у меня Покатаев? Откуда же он у меня тут? У меня даже этой презентации нет. Поэтому схема фалфаринокс у больных, которые находятся в хорошем общем состоянии, включён на сегодняшний день в гайдлайн с лечением. И не пойму, не пойму. У меня как-то перепутаны очень слайды. Может быть, я дам вам флешку, и вы мне посмотрите. Извините, ради бога, потому что это как-то совсем не по-правильному. Пока Рашида Вахидовна слайды готовит, я могу сказать, что на самом деле, вот Евгений Наумович как-то ушёл от ответа на вопрос о разнице между правым и левым флангом толстой кишки. На самом деле, эта проблема сейчас очень интересно обсуждалась на последней маске. И были представлены данные большого исследования, где была проанализирована показатели выживаемости больных. Так вот, они оказались медиана выживаемости больных. Правый фланг примерно меньше 20 месяцев, около 19 месяцев, а левый фланг 33 месяца. То есть почти в два раза продолжительность жизни пациентов, имеющих опухоль, в левом фланге больше, чем в правом. И давно обсуждается вопрос о том, что и патогенез другой этих опухолей, и именно профилактическое назначение аспирина эффективно именно для правого фланга, но не левого фланга толстой кишки. То есть, в общем, по-видимому, там какие-то более сложные, не только известные молекулярные механизмы действуют, которые мы пока не учитываем. То есть, нам достаточно диагноза рака толстой кишки, и мы, так сказать, назначаем то или другое лечение. На самом деле, в общем, по-видимому, это не совсем правильно. Ну вот пока сейчас, как бы, с одной стороны, это очевидно, но пока никаких практических рекомендаций пока нет. Ну вот обсуждается также вопрос о применении вообще аспирина у пациентов с опухолями желудочного кишечного тракта. Так вот, нерандомизированные исследования, которые опубликованы, они на основании исторического контроля, свидетельствуют о том, что эффект профилактического или адювантного назначения аспирина после любого хирургического лечения по поводу опухоли желудочно-кишечного тракта, это касается и опухоли пищевода, и желудка, и толстой кишки, и поджелудочной железы, он сопоставим с эффектом адювантной терапии. То есть, в принципе, так сказать, на сегодняшний день, правда, вот те рандомизированные исследования, без которых не может быть изменен стандарт лечения, их не было, и их трудно проводить. Но, тем не менее, вот эти интересные факты, они, мне кажется, уже, потому что эффект такой, как черное и белое, и кривые выживаемости расходятся. Но без внимания, мне кажется, такие результаты оставлять нельзя. Но речь, правда, идет, я не сказал, о низких дозах аспирина. То есть, это американский аспирин 81 мг в сутки, и вот тот аспирин, который в России есть, или же в Западной Европе, это 100 мг в сутки. Вот поэтому это надо иметь в виду, и, как бы, я думаю, что, может быть, и если пациентов, состояние пациентов позволяет, можно это и использовать. Ну вот, первые были, так сказать, два доклада, касающиеся применения флиберцепта. На самом деле, препарат, вне всяких сомнений, эффективный, хороший, но вопросов, конечно, много, на которые мы попытаемся, может быть, в обсуждении ответить. Пожалуйста, старший Владимир. Спасибо, Владимир Михайлович. Нормально, да? Естественно, после исследования схемы фолфоринокс, после комбинации гемзара с каким-либо препаратом, с атостатическим, чаще всего это препараты платины, или гемзара в монорежиме, некий открыт путь для препарата, который на сегодняшний день зарегистрирован в нашей стране и рекомендован к использованию для больных раком поджелудочной железы. Это нано-дисперсный поклитоксел, который стабилизированный альбумином. И благодаря тому, что вот эти частицы альбумина, они проходят, если обычный стандартный поклитоксел, он идет точно так же в русло, есть мицеллы, вот это вот кремофора, который дает нам аллергическую реакцию на бипоклитоксел. Он впаян, как бы молекула самого препарата впаяна в альбумин, и этот альбумин, соответственно, прикрепляется к тем же рецепторам на поверхности эндотериальной клетки и приходит целенаправленно к опухолевой клетке. В связи с этим возникает возможность преодолеть, благодаря этому данные частицы помогают, вот эти белковые, помогают преодолеть резистентность опосредованную Б-гликопротеином. И при одинаковой дозе, за одинаковый промежуток времени, накопление поклитоксела в опухоли на 33%, но это предклинические исследования, выше при применении амброксана. И если, вот это под морфологические данные, строма поджелудочной железы истощается при лечении амброксана, в отличие, например, от гемцитабина. Хотя она при гемцитабине тоже истощается, но при поклитокселе, при амбитокселе гораздо выше. И внутриопухолевая концентрация препарата, по сравнению, например, с гемцитабином, она выше в предклинических исследованиях. Безусловно, это стало основанием для проведения исследований, для включения такого препарата для лечения рака поджелудочной железы. И исследование, которое было регистрационным исследованием, это исследование было рандомизированным, открытым, многоцентровым. Пациенты с метастатическим раком поджелудочной железы, который, это метастатический был рак, который был оценен по критериям РЦИС, без предшествия, что это была первая линия. Одна когорта больных получали амброксан с гемцитабином, другая просто гемцитабин. И первичная конечная точка была, конечно же, общая выживаемость, потому что мы хотим перейти за пределы годового периода. Ну и вторичная конечная точка – это выживаемость без прогрессирования на фоне лечения, безопасность и так далее. При оценке общей выживаемости, при обновленном показателе были различия в показателях выживаемости. Ну, в общем, я думаю, что это даже вот нисколько значимость, но мы перешагнули в медиане больше, чем год. Потому что всегда поджелудочная железа – это всегда, как бы для нас, даже докторов, которые смотрели этих больных, мы всегда думали о том, что это годовая выживаемость. Вот 14-8 месяцев медиана, то есть половина больных, которые пережили годовой период, за годовой период перешли, было 50% в 14-8 месяцев против 11-1. Снижение риска смерти на 28%. Я, честно говоря, вот этот вот показатель не очень люблю. Он такой очень красивый, но не настолько уж снижение как бы красиво звучит, но в принципе, по большому счету, благодаря этой схеме химиотерапии можно продлить пациентам жизнь. И в этом исследовании применение комбинации амброксана с гемцестабином привело к статистическому значимому улучшению. И так как общая выживаемость была статистически значимой выше в этой комбинации, препарат и был зарегистрирован при раке поджелудочной железы. В настоящее время клинические исследования амброксана в России на сегодняшний день – это метастатический рак молочной железы, немелкоклеточный рак и рак поджелудочной железы. Он зарегистрирован у нас для рака молочной железы, для рака поджелудочной железы. Это вот карта, где используется. И на сегодняшний день каково руководство экспертной рекомендации по химиотерапии при метастатическом ракам поджелудочной железы? Если это хороший общесоматический статус, то комбинированная терапия – это первый уровень доказательной медицины и стандарт терапии как по ЭСМО, так и Национальному раковому институту в Соединенных Штатах Америки. Это кемцитабин с набипоклитоксилом или амброксаном и фалфоринокс. Гемцитабин с арлатинибом – это первый уровень доказательной медицины. Все остальные комбинации являются с точки зрения доказательной медицины незначимой. И при плохом общем статусе первый уровень доказательной медицины – это гемцитабин в монорежиме. Поэтому на сегодняшний день мы имеем возможность в качестве первой линии в зависимости от статуса больных назначить. У нас есть три возможности при общем статусе. И, возможно, продлить жизнь больше года при использовании гемцитабина на баклитоксилов и фалфоринокса. Гемцитабин все-таки до года. Или монотерапия гемцитабином. Спасибо. Спасибо.